В Дагестане прошли матчи пятого тура премьер-лиги любительской футбольной лиги республики. Игры получились более чем интересные. Это и атакующий футбол, яркие встречи, дебют, было даже сенсационное поражение. Больше подробностей в следующем сюжете. 8 января прошли матчи пятого тура премьер-лиги любительской футбольной лиги Дагестана. В центральном матче тура встречались лидеры Гурбуки и команда из группы преследователей Киздэдэ. С первых минут команды обозначили стремление к атакующему футболу. На восьмой минуте Гурбуки организовали результативную контратаку. Али Джапаров перехватил мяч на своей половине. Заки Ибрагимов прорвался по левому флангу и прострелил прямо в ноги Джапарову. Али был точен. Киздюртовская команда отыгралась быстро. Очередной гол на свой счет записал лидер Киздэдэра Сулгитинов. В начале второго тайма Гурбуки перехватили инициативу, но Али Джапаров на ровном месте схлопотал красную карточку. Оставшись в меньшинстве, гурбукинцы были вынуждены атаковать менее настырно. Через семь минут судья уравнил составы. Полузащитник Киздэдэ Шамиль Адуев получил вторую желтую карточку и покинул поле. Ничья оказалась на руку конкурентам. Первую победу в сезоне одержал двукратный чемпион ЛФЛ Прессинг. На шестой минуте матча с Юлдуз Пенджаб Билал Билалов вывел команду из Баба-Юрта вперед. Через две минуты счет сравнял Шамиль Шахруденил, который по итогам тура был назван самым полезным футболистом. Развязка матча наступила в последние восемь минут второго тайма. Сначала Шахруденил и Давид Дибиров соорудили второй гол журналистов, а затем Юлдуз сравнял счет после спорного гола. Под завес матча победу Прессингу принес штрафной удар Шахруденила. Защитник Гамзат Умаров установил окончательный счет в матче 4-2. Дебютировал в любительской футбольной лиге Дагестана триумфатор Олимпийских игр 2008 года в Пекине по вольной борьбе Ширвани Мурадов. Заслуженный мастер спорта России вышел на поле в составе команды Гуниб. Уже на второй минуте матча Мурадов открыл счет. Поддержал почин именитого одноклубника Гаджи Гаджи. Во втором тайме ракета один мяч отквитала, но Гуниб умело сыграл вторым номером и еще дважды отправил мяч в ворота ракеты. Турнир хороший, много знакомых ребят, друзей. На таком серьезном уровне бегают здесь ребята. Видно, что многие, даже не многие, большинство из ребят в прошлом играли в профессиональный футбол. И сегодня здесь уже играют каждый в своей команде. Первая игра моя тяжело далась мне, так как месяца 4 вообще не бегал. Драматичный и яркий матч получился между партизаном и ансалтой. В первом тайме партизан забил два мяча, ансалтинцы ответили нереализованным пенальти. Во второй половине ансалта заиграла лучше, отыграла один мяч, но форвард партизана Мурад Гусейнов отправил в ворота Шамиля Гарзатилаева третий мяч. Хайбулла Сагеддинов сразу же восстановил статус-кво, но отыграться ансалтинцы не успели. Из остальных результатов стоит отметить сенсационное поражение Дрим Тим, осечку Порта и крупную победу Эльбина. Гурбуки, Дрим Тим и Порт очки потеряли, Эльбин воспользовался осечками конкурентов и подобрался вплотную к первому месту. Пропускавшего тур Седридина Гусейн-Алиева догнали Рустам Рамазанов и Али Джапаров. Бомбардирские подвиги совершали в пятом туре Даньял Амаев и Загир Рахимов. До следующего тура в премьер-лиге открыто трансферное окно. К 22 января команды имеют возможность обновить составы и с новыми силами продолжить борьбу за медали.